И мы продолжаем наше обсуждение в рамках проекта «Читаем вместе» нашу книгу «Стань профессионалом». Очень было приятно увидеть вот эту книгу «Стань профи». Вот эту книгу увидеть в московском офисе. Лежала целая стопка этих книг. Люди читают, люди растут, и это очень важно, потому что на мероприятии в Москве все спикеры говорили об этой книге. Все австралийцы, американцы, французы, все говорили о том, что нужно поднимать свое качество, качество работы индустрии в целом. Поэтому мы с вами на правильном пути. Я еще раз получила откровение внутрь себя, что нужно продолжать дальше, несмотря на то, что тяжело, несмотря на то, что мы встаем очень рано. У нас сейчас, кстати, 8 часов, чтобы проводить эти мероприятия, необходимо действительно немножко поменять свой курс. У меня даже дети в связи с этим завтракают позже. Но тем не менее это того стоит. И мы сегодня обсуждаем главу номер 8 и главу номер 9. Готовы? Все прочитали? Или у нас есть двоечники, которые не прочитали эту главу? Я вижу, уже 18 смотрит. Отлично. У нас более 20 домашних заданий. Это уже хорошо, потому что, друзья мои, мы перешагнули рубеж, и я вижу, что бойцы уменьшаются, но не прогрессируют. Так должно быть. Это статистика. Дашенька, тебе особый привет. Нас ждет пополнения, поэтому умничка встать рано и еще и продолжать с нами учиться. Окей, я так понимаю, что все подготовились. Отлично. Итак, те ценности, которые выписала я, я буквально минут 10-15, а потом Александр Рындык и Александр Коновалова продолжат. Поэтому не будем терять ни минуты. Итак, мне очень понравилось то, что в навыке помощь стать потенциальным клиентом, вернее, стать нашим дистрибьютором, нашего потенциального клиента, это, в принципе, работа, которая направлена на то, чтобы мы помогли нашим людям принять правильное решение. Мы не убалтываем, мы не уговариваем, мы не ходим по пятам за людьми. Наша задача просто направить их на то, чтобы они приняли это решение. Следующий был пункт для меня выписан, это я был недостаточно готов. У меня не было заявлений, у меня не было еще чего-то. И знаете, я тут увидела себя, прям ошибки стали вылазить наружу, что действительно, как часто мы просто не готовы к тому, чтобы человек принял решение здесь сейчас. И я тут же моему Саше сказала, Саша, сделай-ка мне два жетончика, чтобы у меня на всякий случай было пару жетончиков где-то записано в какой-то, ну, в телефоне, например, да, самый удобный блокнот, телефон, всегда со мной. Чтобы это было записано, я могла всегда успеть зарегистрировать человека, если у него есть деньги, он чтобы он мог войти в наш бизнес. Следующий пункт. Никому не интересно, когда мы много говорим. Ну, потрясающе. Пермяков часто об этом говорит, это вот украинское небо, вот этот вот постоянный словесный понос. Говорим только по делу. Я даже своих детей учу говорить по делу, говори по делу. Профи по-честному пытаются помочь клиенту, помочь. Действительно искренне и откровенно к этому относятся. Большинство из этих людей, нас, профессионалов, мы шокированы, признайтесь. У кого реальный шок, когда человеку показываешь возможность, а он говорит «я подумаю» или «это лохотрон». Кто-то нам даже расстраивается. Вот напишите, у кого такая ситуация, кто тоже имеет непонятки просто, почему люди отказываются. Ну, и, конечно, я себе выписала о том, что профессионалы эмоционально еще раз отдалены от результата, они уверены в правильности своего подхода, они продвигают себя так же, как и бизнес, и продукт. Они говорят «вы получите меня». Боже мой, какую мне пришлось сделать коррекцию во всех своих фразах, потому что реально я столько делала ошибок, я столько раз говорила «да, мы вам поможем». И я теперь просто, знаете, просто хочется даже прощения попросить у всех вас, кому я такие вещи говорила. Почему? Потому что это уже неправильное начало бизнеса. Это как вот муж с женой, мужчина с женщиной встречаются, и жена ему говорит «да, выходи за меня замуж, я буду делать все для тебя, я буду вставать в 5 утра, буду готовить тебе кушать, я буду рожать тебе детей». И понимаете, вот и слишком, слишком. А потом, когда все это дело происходит, оказывается, у каждого есть своя ответственность, каждый должен выполнять свою роль, но кто-то из них берет больше на себя, чем нужно, и поэтому отношения не склеиваются. Поэтому самое главное – это сказать, я хочу с тобой построить семью, я рассчитываю на то, что ты будешь хорошей матерью, а я буду выполнять свою функцию. Каждый выполняет свою функцию, мы проведем, я хочу пройти с тобой этот путь. Но он же не говорит «я буду делать за тебя всю работу». Женщина не должна говорить, что она берет ответственность всю на себя. Так и в нашем бизнесе. Нужно четко изначально на берегу договориться. Я благодарю Эрика Вори, что он нам говорит конкретные фразы. Вы получите меня. Да, я буду профессионалом, я буду помогать, я буду вести вас по этому пути, но я не смогу пройти его за вас. У них всегда, все подготовлено мы о этом говорили, профи задают вопросы и являются отличными слушателями. Ну, не знаю, как вы, но у меня опять появился новый пункт. Новый пункт в твоей профессиональной деятельности. Лучше слушать людей. Зачастую, когда человек говорит, говорит что-то, мы начинаем отвлекаться, мы заходим в какие-то параллельные общения, переписки, и вот реально я себя уже ловлю на том, что я человека не слушаю. Поэтому представляете, если каждый из нас подтянет свои слабые стороны, насколько мы возрастем. Сейчас хочу увидеть ваш чат. Да, каждый день такое у меня есть. Я благодарю вас, что вы вместе со мной на одной волне. Идем дальше. Итак, мне понравилось, что я рекори просто выписал. Первое. Я действовала без эмоций. Второе. Я стал уверен в том, что я говорю людям, да, нанесу ценность. Я говорил людям, вы получите меня. Я такой крутой, ну, в хорошем плане, да. У меня есть такая-то цель, у меня-то такие планы, у меня такие задачи, мне нужны толковые люди. И вот это мне действительно стало новым, что надо говорить с людьми о своих целях. Услышали меня? О своих целях. Не надо говорить, давай, ты там отдашь свои долги, ты там сделаешь что, ты там сделаешь что. О, нужно говорить о своих целях. И это проекция как будто бы, знаете, это как будто бы проекция. Вы говорите, я, у меня есть определенный долг, но я благодаря этому бизнесу отдам долги. А вы знаете, что у него тоже есть долги. У меня есть дети, у него есть дети. Я говорю, ты знаешь, я в этом бизнесе дам своим детям хорошее образование, а я не буду считать каждую копейку, надо ли ему какой-то взять репетитор, урок или какие-то занятия. И когда мы говорим о своих целях, но имея в виду его цели, то человека, это знаете, вот его начинает действительно это заряжать. Всегда был подготовлен и начал задавать вопросы и хорошо слушал. Правильные вопросы я тоже все выписала, правильные вопросы. Все выписала. Самый лучший вопрос, конечно же, что вам понравилось больше всего. Я четыре вопроса выписала о том... Не хочу повторяться, у вас это в книжке есть. Но я поняла, что вот эти четыре вопроса, о чем было домашнее задание, сколько вы хотите зарабатывать, да, примерно, сколько времени вы готовы потратить, сколько месяцев вам необходимо, чтобы выделить этот доход. И если я вам покажу путь, шагая по которому, вы сможете заработать такие-то деньги, потратив такое-то время за такой-то период времени. И я поняла, что эти вопросы классно ответил один человек, написал диалог. Саша, респект, молодец. Саша Рындекс сделал очень так, грамотно расписал. Но после деловой встречи не каждый может хопать и вопросы применить. А вот после регистрации стартер-кита, да, вот этот вопрос действительно ложится, потому что дальше Эрик Уори предлагает после этих четырех вопросов показать человеку маркетинг-план. А это уже наша тема. И знаете, у меня такая мысль закралась. А может быть, надо после школы по продукту тоже созваниваться партнером, задавать вопросы по бизнесу и именно вот не сразу давать школу и стартовые тренинги, а именно сначала школу, потом задавать вот эти вот вопросы по поводу денег, заработка и давать человеку раскладку маркетинг-плана, как рекомендует Эрик Уори. Короче говоря, наша задача применить этот опыт и увидеть в своей системе самый наилучший результат. Поэтому будем над этим работать, но мне эти вопросы нравятся, потому что я помню, что у меня эти ответы в голове, они были, когда я заходила в бизнес, я об этом сама рассуждала. Видно, под влиянием прочитанных книг, какого-то окружения, у меня эти вопросы сами всплыли в голову. Но как будет, мы поднимем эффективность нашего бизнеса, если спонсоры вооружатся этими вопросами и человека перед обучением настроят на лад то, что надо зарабатывать здесь деньги. Я под копирку переписала все те пункты, которые Эрик Уори советуют проговаривать, когда человек купил стартер-кит, посмотрел школу по продукту и посмотрел стартовые тренинги. И потом я под копирку просто у него спрашиваю, говорю ему, поздравляю вас, то, что вы приняли решение. Прямо вот так я начинаю говорить. И вот люди, мои партнеры, которые выводят на меня людей, они знают, что я это давно уже применяю, им это очень нравится, они это тоже начинают использовать. И просто еще раз повторю, после того момента, когда человек посмотрел все стартовые тренинги, я его поздравляю с принятием решения, потом я ему говорю о том, что вся ответственность лежит на нем, я говорю о том, что я ему здесь помогаю пройти по пути, где он сам выстроит свой бизнес, что моя задача сделать так, чтобы он стал самостоятельным. Ну и третье, я его предупреждаю сразу, что в его бизнесе будут не только взлеты, но и падения. И ему очень важно, и мне очень важно знать, как к этому относиться. Поэтому, смотрите, я вам рекомендую начать применять эти вопросы и видеть отдачу в своем бизнесе, и дальше мы сможем как-то их обсуждать даже. Но у нас есть специальные чаты, командные чаты, вы можете делиться фишками применения. И сейчас, в принципе, у меня все. Главы были небольшие, мы еще с вами обсудим домашнее задание, а сейчас я передам слово Александру Рындуку, чтобы немножко мой тут мальчик, девочка чередовались. И Александр поделится своими откровениями, какие он получил и что он выписал. Еще раз повторю, что очень важно выписывать 10 ценностей с каждой книги. Если вы это делаете, то эффективность книги возрастает до 90%. Находится в вашей голове того, что написал автор. Саша, тебе слово. Спасибо. Да, друзья, всем привет. Я верю, видно, слышно. Доброе утро. Кого-то день, кого-то может быть вечер. Кто-то в записи будет. Вы, друзья, самые лучшие. Потому что вы уже здесь. Вы не там где-то. Вы не спите, не гуляете, не пьете пива. Здесь вместе с нами. С собой. Это самое сложное, наверное, но самое приятное дело, когда мы побеждаем себя, достигаем чего-то. Знаете, каждый день есть победа. И она каждый день особенная. Может быть, она маленькая, может, она большая, но она, главное, твоя личная, моя личная. Так. Вот меня просто, знаете, как... Знаете, что я решил... Но не видно. Друзья, меня видно? Саша, у тебя не слышно. Слышно, но не видно, вот пишут в чате. Себя вижу. Если не слышно, то я продолжу. Картинка уже бог с ним. Спасибо большое. Хорошо. Я после прочтения этих двух глав, знаете, я решил для себя... Ну, вот Олег говорит в кране, поменялись взгляды на многие вопросы. А я, знаете, я просто понял, что без этой книги на самом деле невозможно и никак нельзя. Правду сказала. Я уже не первый раз, это не только в московском мероприятии, на других мероприятиях я слышал о том, что наши спикеры, наши лидеры, это наши самые большие чеки. Они говорят... Они говорят об этой книге. И причем, знаете, они даже не каждый может говорить об этой книге, но я почти у каждого слышу, что вот эта книга в нем живет. Вот те позиции, как они... То есть, как они ставят свой бизнес. И вот то, что Эри Гори рассказывает, действительно, это как большая такая инструкция для применения. Выписать основные вот эти моменты, которые хочу я для себя выучить наизусть, как общаться, как проговорить, как Олег сказал, под копирку. Я хочу повесить перед своими глазами. Пусть ко мне, когда приходят гости, видят это, смеются или не смеются, но они будут у меня висеть перед глазами, я их запомню. И там где-то было написано в книге, что когда вы научитесь, это навык, который нужно научиться приобрести, то этот навык будет работать в нашей жизни. Основные пункты, вот я записал, вся суть сетевого маркетинга это правильное сочетание и постановка нужных вопросов. Правильная позиция, это то, как мы преподносим себя. Мои слова должны помочь потенциальному клиенту чувствовать себя более уверенно. И я когда прочитал вот этот пункт, самый первый пункт в книге, я вспомнил вот Александру Коновалову, мы были на спецтренинге в Минске, и вы знаете, мы тогда практиковали, по-моему, книгу Алана Пиза «Ответы вопросов». Помните, там есть ключевые вопросы, и он мне просто, вот Саша, вот мы просто практиковались, и Саша мне задавал вопросы. Вроде бы уже не раз прочитал, не раз пытался кому-то другому задать, но вот достали из меня даже что-то изнутри, достали какую-то боль, то, что у меня, знаете, что-то не получалось, и у меня аж слезы пошли на глазах. Представляете, вот обычное такое общение, два человека, друг с другом, вроде бы, и мы же понимали, и мы же понимали, что в общем вопросы задавать, научиться действительно задавать вопросы, это, наверное, самое главное. И дальше тут написано «Бизнес, заткнись», ну, вернее, я написал «Бизнес, заткнись», задавать вопросы и внимательно слушать ответы вместо того, чтобы говорить самому. Действительно, самое главное. Во всяком случае, у меня, я знаю, что от этого надо избавляться, с людьми много говорим. «Цель подключить людей плохая», я написал, «Цель подключить, получить людей – это плохая цель». Я себе записал, что цель обучения персонального клиента и понимание, его понимание, то, что он делает или что перед ним, какая есть возможность, это благородная цель. И это здорово, и на самом деле сегодня я уже замечаю, что общаясь с людьми, я действительно, знаете, направленный фокус я меняю. Не цель получить человека, но цель дать ему разобраться. На самом деле здорово. Дальше написано, они задают вопрос за вопросом и являются отличными слушателями. Отличными слушателями. Нам становится. Для профессионалов сетевого маркетинга самым мощным инструментом являются вопросы. Дальше он меня записал, действовать без эмоций. Кстати, да, вот то, что он отметил. без эмоций. Стал очень уверенным в том, что люди вступят. Ну, действительно, этому надо, наверное, практиковаться, как-то себя учить, быть уверенным, быть уверенным, но тем не менее, но этому надо учиться, да. И я начал говорить людям, вы получите, Оля, ну, действительно, я тоже это записал, вы получите меня. Я всегда подготовлен, я начал задавать множество вопросов, уделяя больше внимания тому, чтобы быть заинтересованным, а не интересным. Слово «заинтересованным» и «интересным» я тут решил почему-то залезть в интернет и полистать, кто такой заинтересованный. Быть заинтересованным, вот я себе отметил, записал отдельно, это проявлять интерес к его успеху, внимание, принимать участие в его успехе, быть связанным практически, практическими интересами и материальными выгодами, быть выгодоприобретателем этого союза и преданным его исполнению. То есть, представляете, вот заинтересованным, как-то может быть, ну, я не знаю, может, для вас всех понятно, для меня это было понятно слово, но когда у других значение слова «заинтересованный», я понял, насколько оно имеет глубокое значение. То есть, когда мы проявляем свою заинтересованность заинтересованность человеку, мы должны и обязаны показать, действительно, во-первых, мы должны показать, что это не просто я какой-то волшебник с неба свалился к тебе, да, и вот решил тебя тут обогатить, а у меня есть тоже свои выгоды, и у тебя есть выгоды, и наши выгоды, они на самом деле, если они совпадут, то это очень выгодный союз как для меня, так и для тебя. И об этом Эрик Ворик тоже все показывает, рассказывает. Вот эта позиция быть заинтересованным, а не просто интересным, это важный момент. Для меня показался интересным пункт, который он сказал, Эрик Ворик пишет, со временем я стал действовать все меньше и меньше, а верил все больше и больше. И эта вера, она начала с построения его бизнеса. Это не значит, что он положил руки, сел на диване и ничего не делал, но вот эта вера, которая в нем возрастала, она действительно была настолько притягательна, наверное, как вот эта энергия, которую он обладал и имел, она действительно начала с улучшением, наверное, тех людей, которые с ним общаются, и помогать в его бизнесе, в развитии его бизнеса. То есть вот эта уверенность и вера, надо в ней возрастать. Так, дальше. Я записал вопросы, которые он задает им и после просмотра деловой встречи, да, в нашем случае. Каждый из этих вопросов заметил, я не задавал эти вопросы, кстати, это до книги еще произошло, что вам больше всего понравилось. Ну, возможно, может, эта книга мне когда-то встречалась, но вот я начал задавать такие вопросы, он действительно классно работает. И я хочу, наверное, немножко здесь пропущу, я хочу, знаете, один момент. Он писал об опросниках, о стратегии. И помните, он писал о том, что моей задачей является помочь вам как можно скорее стать независимым от меня. И он говорит, вы согласны, что это хорошая цель? Знаете, что, и задавая этот вопрос, действительно, то есть человек, он, наверное, рассуждает, нам в ответ, то есть он соглашается, то есть он какие-то доводы, возможно, приводит, почему. И, наверное, важно спросить, почему ты считаешь, что стать независимым для тебя важно? И я думаю, что он ответит какие-то позиции, которые для него будут интересны. Если я стану независимым от тебя как от наставника, значит, вот это, вот это, вот это. Значит, у меня уже есть какой-то навык, значит, я уже зарабатываю. Вот. И знаете, что я очень важно себе подчеркнул, то есть мысленно я подчеркнул себе, что, наверное, важно спросить у человека, а что значит быть, наша цель стать независимым, чтобы ты стал независимым. А что значит зависим? Что для тебя сегодня знает зависимый? И я думаю, если человек проговорит, что значит зависимый он сегодня от наставника, то у него и будут послушаны его рекомендациями либо той системе, которая вот его ведет. Ну, для меня это показалось на самом деле важным. То есть в этом вопросе есть еще один скрытый вопрос, я для себя его подчеркнул, и я во всяком случае я так попробую с людьми вот добавить этот вопрос. Являться учителем для своей группы, а не рабом для них. Нельзя допустить стать оправданием того, почему у наших людей не получается бизнес. И на самом деле это здорово, действительно, научиться правильно. тексты, вот я не буду просто повторять эти тексты, которые я писал для себя, я их буду использовать. Вот здесь мы правильно понимаем. И для меня это сегодня действительно как инструкция, как такая, знаете, как пользоваться микроволновкой. Вот надо нажать на эту кнопку, надо нажать на эту, и надо потом повернуть эту ручку. Точно так же и здесь, в этом бизнесе. Вот эта книга для меня сегодня явилась инструкцией. И здесь четко все написано, попозиционно. Что надо нажать, куда надо там кому что-то сказать. Друзья, ну, в основном передаю слово тебе. Друзья, всем привет. Так, ну, я надеюсь, что слышно и видно меня хорошо. Так, сейчас я тут справлюсь с этой техникой. Так, надеюсь, видно и слышно. Напишите в чате. Всем привет, меня зовут Коновалова Александра. Так, ну, ребята уже на самом деле сказали основную часть того, что выписала я, потому что глава небольшая, и вот эти фишки, которые нам всем записались в наши пункты, это очень важные вещи, именно поэтому, наверное, у нас у всех оно совпадает. Вот, ну, коротко, наверное, пробегусь, что конкретно записала я, может, какие-то мысли, которые появились, слушая ребят. Итак, значит, я записала первый пункт. Когда вы, помните, когда мы в прошлой главе читали, и у нас было такое, что причина следующего контакта, ой, причина контакта договориться о следующем контакте. То есть, там вот в послед, получается, в седьмой главе речь шла о том, что не нужно ставить целью заполучить человека как можно скорее, не нужно ставить целью, не знаю, подписать его прямо сейчас, и цель – это следующий контакт. И настолько мы это обсуждали, что может быть, у кого-то появилась такая мысль, а может быть, даже немножко у меня появилась такая мысль о том, что все, надо вот так постоянно, то есть, но когда я начинаю читать восьмую главу, и понимаю, что вся глава в принципе о том, что важно помочь человеку принять решение все-таки, вот, то есть, не нужно постоянно вот так вот только его откладывать на следующий контакт, а важно подтолкнуть к принятию решения, вот, и об этом, как бы, говорится вся восьмая глава, вот, так что, слава Богу, мы подписываем людей, продолжаем, не просто с ними общаемся, да, мы их все равно подписываем в бизнес, вот, второй пункт, что я выписала, профи не пытаются заполучить клиента, они искренне пытаются ему помочь, ребята уже тоже это проговаривали, и я сразу вспомнила, вот, кто был на московском мероприятии, кстати, напишите в чате, я был, чтобы можно было понимать, сколько человек были из тех, кто нас слушает сейчас, но на этом мероприятии, ну, как мне показалось, красной линией через выступление всех спикеров, и американцы, так говорили, и французы, и наш Олег Григорьевич не раз это повторил, и другие спикеры это повторяли, то есть, суть была о том, что они дали нам видение этого бизнеса, и они все говорили о том, что, ребята, мы людям помогаем, мы даем им возможность, мы являемся шансом для кого-то, помните такие слова, то есть, мы делаем большое, благое дело, на самом деле, мы помогаем людям, и многие спикеры это повторяли, на самом деле, так и есть, то есть, если мы начинаем разговаривать с людьми вот именно с такой мыслью, именно с такой позиции, тогда разговор идет совершенно по-другому, я даже вспоминаю себя, когда я пришла в этот бизнес, в начале, наверное, у всех новичков есть такая проблема, что мы в глазах значки доллара, то есть, мы на человека смотрим, и мы уже мысленно представили, как он купил продукцию, как я заработал денег, а деньги-то нужны, потому что долги, кредиты, квартиру снимаешь и так далее, то есть, деньги очень нужны, а я так вообще с работы уволилась на вторую неделю, бизнеса, вот, все тяжкие кинутся, вот, и деньги нужны, и ты на человека смотришь, как на источник доходов своих, но когда постепенно, я начала разбираться с этим бизнесом, я начала расти, и постепенно у меня сместились вот эти понятия, и, наверное, большей частью вот это видение мне дали именно мероприятие. Когда ты сидишь сам себе дома, это одно, а когда ты выезжаешь, знакомишься с людьми и так далее, и так далее, ты получаешь видение бизнеса, и когда я увидела весь масштаб, потому что я поехала на подобные мероприятия на второй месяц своего бизнеса, я увидела масштаб, я приобрела веру, стопроцентную веру в продукт, в компанию, и у меня начали меняться вот эти понятия, да, что я хочу на человеке навариться, как говорится, стихами уже говорю, вот, и то, что я хочу человеку помочь. И на самом деле я в этом бизнесе два года, и уже моя жизнь изменилась вообще просто кардинально, и я не вижу другой возможности, где бы я могла бы это приобрести, то, что у меня сейчас есть. И я искренне хочу людям об этом сказать, чтобы они имели возможность также поменять свою жизнь, также что-то изменить. Третье. Самые лучшие консультанты в мире задают множество вопросов перед тем, как предлагают какое-то решение. Для профессионалов сетевого маркетинга самым мощным инструментом являются вопросы. И это очень важно, когда я своим партнерам, новичкам даю, есть у меня такой документ, я его даю в помощь, когда человек начинает звонить, там у меня схемки, нужные слова, то есть, и там у меня в красной рамочке большими буквами написано. Всегда заканчивай фразу вопросом. И когда мы говорим с людьми после того, как он узнал о компании, после презентации, тогда я, например, лично в своей практике я только вопросы задаю. Я очень редко рассказываю что-то сама. Если человек что-то спрашивает, я говорю, а как ты думаешь, а как ты это понял? И когда человек сам отвечает на свой вопрос, тогда для него это более близко, чем когда я начну ему два часа что-то ему рассказывать на самом деле. Ну, я давно это заметила, и, к сожалению, не все партнеры замечают эту фишку сразу и начинают использовать. Поэтому, наверное, нужно часто просто об этом говорить, и все. Так, дальше. Я не был... О, опять эта фраза. Я в прошлый раз на прошлом разборе минут пять, наверное, рассуждала на эту тему, о том, как меня это впечатлило, и в восьмой главе опять мы встречаем такое. Я не был так талантлив, как профи, но я мог подражать им, поэтому я начал действовать так же, как они. Класс. Не надо быть талантливым. Я не была талантлива вообще, и я просто решила стать профи, и постепенно к этому иду. Поэтому не нужно талант иметь, не нужно там семь пядей во лбу и так далее. И я очень часто слышу, ой, нет, наверное, этот бизнес не для меня, потому что я не общительная, потому что у меня нет знакомых. Ну, помните, да, все эти пункты из позерства. Да, к сожалению. Вот. Но Эрик Уори опять меня подбадривает этой фразой, что не нужно быть талантливым. Достаточно просто подражать профи, и постепенно ты научишься. А когда ты научишься, у тебя начнут появляться свои собственные фишки, своя какая-то изюминка. И вот сейчас Ольга говорила, я услышала, когда она говорила про фразу «Вы меня получите». И она говорит «У меня такая-то цель». И я сразу вспомнила, не так давно мы ездили на мероприятие в Берлин, там было пять тысяч человек, там был огромный-огромный масштаб, там было очень много бриллиантов, миллионеров, они все выступали, и очень многие люди меня затронули глубоко. То есть я приехала с Берлина воодушевленная настолько, что я не могла спать. Я когда созванивалась со своими людьми, они такие «Саша, что с тобой?» А у меня глаза просто горят. И вот первые эти дни, после того, как я еще была под таким мощным впечатлением от Берлина, мы созванивались с людьми, и я просто человек только посмотрел информацию, «А я ему, ты не представляешь, я сейчас была в Берлине, там такое». И в общем, я там увидела таких-то людей, я увидела их образ жизни. В общем, так, я приняла решение. Я здесь до победы. То есть, мне нужен самый высокий статус. Я, ну, по крайней мере, хотя бы, сейчас я думаю о том, чтобы бриллианта закрыть, а там уже, конечно, буду дальше идти. вот, но я человеку говорила, что, слушай, я сто процентов здесь буду бриллиантом. Что бы мне это ни стоило, сколько бы лет мне не нужно было потратить, я буду бриллиантом. Поэтому мне сейчас в команду нужны люди, у которых есть горячие мечты. Мне нужны именно такие люди. И вопрос, мечтаешь ли ты о чем-то? И я прям с людьми говорила об их мечтах. То есть, я проговаривала свои цели и говорила, что, ну, исходя из моей цели, я могу помочь тебе достичь твоих целей. Я говорила об их мечтах. То есть, вот такие были разговоры и очень много людей включилось. Может быть, из-за энергетики моей, может быть, из-за моих горящих глаз, может быть, из-за того, что я говорила такие вещи, просто я постоянно проговаривала свои цели. Не знаю, но это работает. И когда вот Ольга сейчас сказала, я прям вспомнила этот момент. Может быть, стоит все время применять. Да, и что касается девятой главы, то мне очень понравились вот эти опросы о стратегии, то, что Эрик Уоли прям расписал подробненько. И я тоже себе, как и другие ребята, я выписала себе в блокнот по пунктам. И теперь каждый раз я это применяю. У меня блокнот лежит перед компьютером, я подсматриваю иногда. Ну, уже не подсматриваю, я уже запомнила все, потому что уже с многими партнерами проработала эту схему. но это действительно круто. Фишки использовала раньше, то вот эта фишка насчет того, помните, вот эта третья стратегия, по-моему, или вторая, во второй, кажется, стратегии, о том, что будут взлеты и падения, и как мне себя вести, если это произойдет. Ну, помните, да, когда он говорит, окей, что мне сделать? Мне тебя не трогать, когда у тебя настанет плохое время, или мне тебе напомнить, почему ты пришел в этот бизнес. И еще очень нравится перечисление вот этих пунктов, почему, ну, как понять, что у человека настало плохое время. И я прям перечисляю, и люди улыбаются, вот, когда я это говорю. И на самом деле вот этот пункт, я слышу оправдание. Вот это очень важно, потому что сразу вспомнила тоже, слушайте, столько мыслей одна на одну, сразу вспомнила выступление одного лидера, и он говорил, вот эта фраза меня задела, я ее запомнила, часто применяя, не бывает чего, ну, двух вариантов. Ты либо оправдываешься, либо преуспеваешь. Все, среднего не дано, либо оправдание, либо преуспевание. Вот, и здесь тоже об этом говорится. Я с людьми сейчас это проговариваю, после того, как они приобрели продукцию, и я отправляю их на обучение, и проговариваю вот эти пункты, прям все по пунктам, раз, два, три, у меня все записано, я проговариваю это сейчас. Ну, пока что могу сказать, что круто работает. Вот, будем тестировать дальше, конечно, но в любом случае это классная фишка. Все, не буду больше затягивать, в принципе, много было мыслей, очень-очень полезная глава, очень много классных фишек, и я буду применять, и вам рекомендую, ну, вы, конечно, решайте сами. Все, рада была с вами пообщаться, передаю микрофон Ольге, будем разбирать домашние задания. Да, ну, что, у вас еще, не знаю, как вы, а я продолжаю записывать, потому что, оказывается, другие спикеры, они вообще другие вещи видят. Так, сейчас проверим нашу связь, все у нас работает хорошо, нерам, отлично, ну, все, тогда я переключаюсь на наше домашнее задание. О, Людочка, приветствуем тебя, очень приятно. Напишите мне, пожалуйста, кто не справился с домашним заданием, напишите, я не справился, и причину оправдания сложное было, не успел, не... поздно приехал с московского мероприятия, буквы были слишком мелкие, короче, напишите, кто не справился, а мы с вами переключаемся на обсуждение домашнего задания. Так, сейчас я сделаю показать экран. Так, что-то у меня пишет, перезагрузить, а вот, все в порядке. Отлично. Ну что, признаетесь? Никто не признался пока. Ну ладно, не успела. Даш, ну, бывает, конечно. Ну, помните, у вас есть время, у вас есть возможность это домашнее задание доделать, никто вас в спину не гонит, это лично ваша ответственность. вот, я не все сделала. Слава Богу, мои партнеры, которые ехали со мной, слетели с самолета, вернее, ну, короче говоря, с Москвы в Варну, они долго понять не могли, что я там сижу, ковыряю в этом компьютере. Но, слава Богу, ваши вопросы были готовы, и надеюсь, получим ответы. Итак, итак, так, ну, ладно, будем потом как-то править. Итак, давайте по поводу домашнего. Сейчас, две секунды. Ну что, у вас появились какие-то еще мысли? Буквы были мелкие, ну супер. Хорошо. Андрей. Хорошо, я рада те, кто двигается дальше, будем обсуждать. Ну, в принципе, много было ответов. Я, в принципе, не сильно расстроилась, что ответы не все дали, потому что тоже время, деньги. Но кто сдал, тот молодец. итак, первый был вопрос. Давайте пройдемся, вспомним. Первый был вопрос. Поэтому тот, кто не сдал домашнее задание, можете отключиться, иначе вам потом будет совсем неинтересно выполнять его. Чтобы направить человека к принятию решения, что делает профессионал? По-честному пытается помочь зарегистрировать клиента. в принципе, здесь, наверное, нету неправильных ответов, потому что даже работая неправильно, вы все равно получите результат. Но Эрик Уори дал конкретные ответы, поэтому этот пункт не подходит, он не пытается его зарегистрировать. Искренне шокировано, когда человек отказывается вступить в бизнес, так как тверды свои позиции, имеют огромную веру в выгодности, возможности для их потенциального партнера. Это да. Об этом тоже написано в нашей книге. Стараются дать всю полную информацию о бизнесе и продукте. Но вот, к сожалению, профессионалы, они не стараются дать всю полную информацию, так как они специально делают, чтобы у человека был некий информационный голод, чтобы конкретно направить его на следующий этап обучения. Всегда имеют хорошую подготовленность, чтобы человек смог начать здесь и сейчас. Согласна, так делают только профессионалы. Сдают правильные вопросы, внимательно слушают. Это очень сложно, но делают тоже только профессионалы. Продвигают себя, а почему бы нет? Он уверен в своей позиции, поэтому он говорит, да я тут сделаю то-то и то-то, мне нужны толковые ребята, ты со мной да или нет? И тем самым человек продвигает себя. Говорят о том, что будут делать все, чтобы потенциальный партнер продвинулся. К сожалению, это делают любители. Любители обещают, это вспомните, как я вначале говорила про ту женщину, которая говорит, замуж, я буду сидеть с твоими больными детьми, вытирать им сопли, я буду готовить тебе первое, второе, третье. И, к сожалению, такие браки, они рушатся, потому что невозможно, потому что невозможно взять на себя ответственность за свой бизнес и еще за бизнес своих людей. У меня в первой линии там больше 200 человек. И что вы думаете, если я делала бы то, что я им обещала, и поэтому проблемы в бизнесе происходят, потому что мы слишком много обещаем. А наша задача сказать, слушай, я прошел тот путь, я могу провести тебя по нему. Ты выстроишь свою собственную команду, у тебя будет собственный бизнес, и ты будешь горд за то, что у тебя происходит. А я, я помогу, я источник твоего продвижения. Эмоционально отдалены от результата, 100%, так делают профессионалы. Какой вопрос любит задавать Эрик Уори? Вы молодцы, многие ответили правильно. Эрик просто спрашивает, что вам понравилось больше всего? Такой вопрос направляет на позитивность общения, и в принципе на этом можно дальше выстроить весь диалог и подписать человека на том, что ему лично понравилось. Продукт значит продукт, система значит система, чеки значит на чеках. Короче, очень универсальный вопрос. Третье, напишите ваш диалог коротко после того, как вы показали человеку деловую встречу и чувствуете, что он уже готов начать бизнес, используйте серию из четырех вопросов. Об этом мы сейчас подробнее прочитаем ваши диалоги. Ну, многие написали то, что нужно, кто-то, может быть, не совсем понял этот вопрос, а кто-то, может быть, не знает, как его правильно применить, потому что не хватает опыта в нашем бизнесе, поэтому будем сейчас решать этот вопрос вместе. Правильное утверждение для опроса два стратегии. Первое, когда мы с человеком вот урегулируем наши взаимоотношения, да, первое, мы построим ваш бизнес вместе. Правильно это ответ? Нет. Неправильно. Правильно я говорю? Мы построим не ваш бизнес, вы построите свой бизнес, а я буду вашим источником. Потому что, если бы было мы построим наш бизнес вместе, то да, это правильно, но вместе со своим партнером вы не будете строить его бизнес, вы не придете к нему домой и не разбудите его по будильнику, чтобы он сел прочитать книжку, вы не сможете всунуть его голову нужный тренинг, вы не будете вместо него договариваться с его родственниками, чтобы они ему дали возможность работать за компьютером, вы не сможете никаким образом повлиять на его бизнес. Поэтому утверждение «мы построим ваш бизнес вместе» оно неправильное. Я тут делала ошибку, каюсь перед всеми вами и вас прошу не наступать на грабли. Я вам нужен для того, чтобы сопровождать вас шаг за шагом, но я не смогу пройти за вас этот путь. Да, сто процентов это правильное утверждение и правильная позиция, когда вы общаетесь со своим партнером. Мне платят за результаты, которых вы добиваете, я работаю для вас. Совершенно неправильно, к сожалению, мы даже использовали это часто на деловой встрече, мы говорили о том, что нам платят за то, что зарабатываете вы. Нифига нам не платят за то, что они зарабатывают, нам платят за то, что у нас есть в голове цель, за то, что мы двигаемся, если он не начнет этот бизнес, он теряет нас, а мы найдем другого. Согласны? Моя цель – ваша скорейшая независимость от меня. Вот это круто, это красиво, люди хотят быть независимым, мы им говорим, я действительно хочу, чтобы ты как можно быстрее стал работать самостоятельно, чтобы ты здесь сам был как рыба в воде и мог учить уже своих людей. И я считаю, что вот этот вот опрос для стратегии вы можете даже себе записать перед глазами и читать каждое утро, чтобы в вашей голове пришло правильное мышление. В соответствии со списком первоначальных действий укажите те действия, которые вы помогаете осуществить вашим партнерам или делаете сами. Ну, имеется в виду порядок действий, которые мы осуществляем после того, как человек зарегистрировался. Ну, тут уже прям все-все-все пункты и скайп, настройка скайпа, и в принципе все эти пункты можно смело учесть, если вы учли не все пункты, то ничего страшного, значит, вы просто в вашем бизнесе как бы не детализируете столько вещей, но однозначно неправильно, неправильно. Восьмой пункт расписать маркетинг-план партнеру. Мы это не делаем. И следующий пункт, сейчас, десятый пункт, восьмой и десятый. Собрать знакомых, чтобы рассказать деловую встречу, провести мастер-класс. Да, я знаю, некоторые сетевики делают это все, но в нашем бизнесе, применяя нашу систему, мы эти пункты, нам строго-настрого это запрещено делать. Восьмой пункт и десятый. Вы можете это делать тогда, когда станете профессионалом в этом бизнесе, когда вас позовут, как Олег Григорьевич Пермякова, на какую-нибудь встречу на земле, и вы можете там и маркетинг расписать, но в самом начале лучше всего без этих вот таких неправильных действий. Не надо никому маркетинг рассказывать и деловую встречу. А вот тут уже дальше пошли вопросы интересные. В фронологическом порядке разместить все эти пункты. Очень было интересно читать, особенно, наверное, это была ошибка, когда некоторые партнеры пропускали пункт номер первый. приобрести продуктовый набор. Так интересно, человеку даем школу по продукту, стартовые тренинги, выводим на спонсора, он даже пользуется продуктом, но он не приобрел набор. Поэтому вы там, когда будете вернетесь к этому вопросу, вы, пожалуйста, его все-таки в фронологическом порядке еще раз пересмотрите, где вы пропустили. Но самые интересные ответы, я, конечно, сейчас зачитаю. Помощь новичку в быстром старте является жизненно важной задачей. Из прочитанного материала подумайте, напишите, что лично вас подкрепило остаться, развивать бизнес на первом этапе. И мне было это очень интересно, так как я сама являюсь спонсором, и большинство людей писали, что им на первом этапе было важно то, что продукт у нас хороший, то, что система работает, и наставник правильно, скажем так, правильную позицию занял, помогал хорошо, поддерживал. Также людей вдохновляли историей других людей. У кого-то ключевым моментом были друзья, которые находятся внутри бизнеса, кстати, да, это можно даже брать на вооружение, как важно, чтобы была дружественная атмосфера внутри коллектива. Спонсор, друзья мои, каждый из нас может напрямую повлиять на человека, чтобы он остался в этом бизнесе. Именно продукция и система знает инфо, наставник, наставник, еще раз спонсор, мероприятие, которое человек пропосетил, видите, это тоже ключевой момент, когда человек попадает на большое мероприятие, объявила всем и всему миру, что она в этом бизнесе преуспеет. Отлично. Это тоже работает, поэтому можно своим партнерам бросать такие вызовы. А ты сказала ему, что ты в этом бизнесе состоишься. Дальше еще, опять же, продукция, продукция, система, спонсор, специальный тренинг, спецтренинг, который, кстати, проходит у нас, постоянно у нас проходит в Киеве, в Москве, в Минске, следите за новостями, спрашивайте у своих наставников, у сапфиров, когда будут проходить следующие спецтренинги и вывозите туда своих людей, потому что именно они могут сделать так, чтобы человек остался в этом бизнесе всегда. Потому что, как сказала Александра, не бывает поражений, бывают просто куча оправданий, и человек опускает руки и не поднимает их. Но если человек продолжает, то он уже преуспевает, у него уже идет процесс, поэтому спецтренинг даст возможность человеку в этом бизнесе закрепиться. Ну и, конечно же, книги. Очень приятно было, кто написал про книги, значит, люди читают, и значит, читают внимательно. Итак, давайте посмотрим ваши ответы. Что вы тут мне в чате написали? Да, ну хорошо. Да, кто, 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 кто не ответил на вопросы, я вам просто рекомендую сделать, убрать звук и идти делать домашние задания, иначе вам потом не будет смысла их смотреть. А потом послушайте, послушайте уже в записи. Итак, первый, первое, значит, чтобы, значит, вот этот мы ответ прошли, да, давайте вернемся сразу к диалогу, к диалогу. Ну, многие партнеры просто подошли прямо, отвечая на этот вопрос, и подставили цифры, и написали, как написано в книге Эрика Вори. Это правильно. Почему правильно? Потому что вы просто стараетесь, ну, уже применять, да, просто взяли пример, подставили. Кто не сделал вот таким образом, да, основываясь на том, вот как пример зачитываю, основываясь на том, что вы только что увидели, если вы начнете работать в этой компании при частичной занятости, то сколько примерно времени, денег вы хотите зарабатывать в месяц, учитывая потраченное время? Тысячу долларов. Приблизительно сколько часов в неделю вы можете работать, чтобы получить эту сумму? Ну, 30 часов в неделю. Сколько месяцев вам будет нужно, чтобы работая такое количество часов, добиться такого уровня дохода? 12 месяцев. Если бы я смог вам показать, как получить доход в размере тысячи долларов, в месяц, работая по 30 часов в неделю, в течение 12 месяцев, будете ли вы присоединиться к нам? Да. Ну, в принципе, можно было и так ответить, самое главное, что вы немножечко стали думать, применять, и в последующем этот вопрос у вас войдет вот именно в вашу конву работы. Но мне больше всего понравился ответ. Давайте его зачитаю, и вы увидите, как его можно очень хорошо применить в нашем бизнесе. Здравствуйте, Алла. У вас получилось посмотреть деловую встречу от начала и до конца? Все ли смогли посмотреть? Человек говорит, да. Посмотрела. Замечательно. Рад, что у вас все получилось увидеть своими глазами. Это важно. Что больше всего вам понравилось в том, что вы только что посмотрели? Больше всего понравилась сама возможность зарабатывать, не выходя из дома, используя интернет-магазин. И вот эту систему, которая вместо меня они все будут рассказывать и показывать. Это же здорово. Я как раз искала что-то похожее. Тем более у меня нет ни желания, ни возможности ходить по людям, собирать где-то их, да и еще самой проводить такие встречи. А вот через интернет это мне понравилось. Отлично, Алла. Вы же видели, какие деньги зарабатывают наши партнеры? Скажите, основываясь на том, что вы только что увидели. Если вы начнете работать в этой компании, системой ЗИ, при частичной занятости, сколько примерно вы хотите, хотели бы зарабатывать в месяц, учитывая потраченное время. Но если то, если то, что там говорится действительно правда, а это вот видно, что это пишет практик, потому что люди часто так говорят, то мне бы даже очень устроило тысяча долларов в месяц дополнительного дохода. Замечательно, Алла. Скажу вам по секрету, не для того, чтобы хвастаться, будучи простым троителем по образованию, придя сюда с улицы, ничего толком не понимая, я в первый месяц смог заработать тысячу тридцать долларов. И это благодаря нашей системе. Опять же, можно вставить любой пример, любой пример, подтвердить намерение человека реальной историей. Но не об этом сейчас, позже расскажу, как смог я это сделать. Алла, скажите приблизительно, сколько часов в неделю вы можете работать, чтобы получить эту сумму? Честно говоря, за тысячу долларов я готова практически все свое свободное время после работы уделить. Примерно 3-5 часов в день, около 20-25 часов в неделю. Супер, Алла, уверяю вас, те люди, которые действительно так поступают, добиваются очень хороших результатов. И если у меня получилось, то у других уж точно все получится. А скажите, Алла, сколько месяцев вам нужно будет, чтобы, работая такое количество часов, добиваться такого уровня доходов? Даже не знаю. Судя из того, что я увидела, что люди писали уже в первый месяц, ну, как-то мало верится. Мне хотя бы на второй, третий месяц. Вот у меня точно такие же были рассуждения, и я думала о том, что через три месяца хотя бы тысячу зарабатывать было бы просто фантастика. Пока научусь, тем более компьютер, плохо знаю. Понимаю вас, Алла сам, когда начинал этот бизнес, на компьютер лишь только печатать текст одним пальцем. Но все возможно, если только захотеть. Алла, скажите, если бы я смог вам показать, как получить доход в размере тысячи долларов в месяц, работая в среднем 25 часов в неделю, в течение месяца-двух, будете ли вы готовы присоединиться к нам? О да, думаю, я готова. Александр, вы мне подскажите, что нужно сделать сейчас? Я считаю, что это идеальный вариант, идеальное общение. И, конечно же, здесь Эрик Уорик советует сразу давать маркетинг-план. Мы можем, конечно, быстренько зарегистрировать, отправить его на стартовый тренинг. Ну а, в принципе, этот диалог уже можно использовать после деловой встречи. Хотя вот вопрос по заработку я лично пока вижу, буду использовать именно после регистрации, чтобы человек уже настроить на бизнес. Поэтому молодец, Александр Рындык, ты нам предложил хороший вариант именно применения этого вопроса. Так, по поводу утверждений мы с вами уже обсудили. По поводу, какие пункты, какие пункты профессионалы, вернее, какие пункты мы используем в бизнесе. Ну, у всех разные пункты. Единственное, я сказала, что да, у кого-то приобрести продукцию. Самое главное и последовательность этих пунктов, кстати, так интересно. Одна девушка написала, что ей был этот вопрос непонятен, но она по нему бесплещаще дала ответ, правильный ответ. Поэтому кто действительно напрягается, тот и правильный дает результаты. Ну, а так, в принципе, вы все, практически все сделали правильную хронологию, расписали. Единственное, что некоторым я вам пометила, что сначала все-таки нужно давать, видите, вот я пишу вам, сначала нужно давать людям список, составить список, хотя бы нескольких человек записать, а потом начинать приглашать. Так как, когда люди без списка приглашают, они двум-трем позвонили, и у них сразу желание пропадает. А когда у них хотя бы список из 20 человек или там хотя бы 10, то у них еще есть какая-то надежда. Кто-то пропускал покупку пакета почему-то, у кого-то был совсем укороченный вариант, у кого-то супербыстрый вариант, у кого-то был, в принципе, все соответствует именно практике, но командный чат мы добавляем после того, как человек проплатил систему знает-инфо, потому что его очень важно вовремя поздравить всей командой. кто-то немножечко напутал в начале, кто-то в конце, но неважно. Самое главное, самое главное, что те, кто работает уже давно, у них уже четко схема выросла. Я сейчас вам зачитаю мой примерный список, в какой последовательности я провожу людей. Первое, если вопросы со скайпом, то мы устанавливаем скайп. Следующее, мы устанавливаем подключаем систему знает-инфо и делаем небольшую инструкцию. Следующее, я знакомлю его со спонсором, либо я знакомлю его с каким-то партнером, если на то есть возможность. Добавляем в командный чат 100%, и в принципе вот это знакомство со спонсором, с командой, оно тоже происходит в командном чате. Дальше я даю человеку однозначно школу по продукту, потом даю стартовый тренинг посмотреть, потом я вывожу его на знакомство либо со спонсором, либо говорю сама, либо на партнера, и человек после чего приобретает продуктовый набор. Дальше я помогаю ему настраивать ссылку на его регистратор, хотя некоторые партнеры отвечали вопрос, что ссылку дают потом, но это, я так понимаю, именную ссылку, но если мы настраиваем регистратор, то его можно уже настроить перед тем, как, вернее, после того, как человек купил продукт. Следующий момент, даем академию по списку, потом помогаем составить сам список, да, человек, 300 человек должен как-то написать, это в идеальном варианте, потом как раз-таки за этот, за этих день-два пришел человеку продукт, он его использует, получает свой результат, ну и, конечно же, куда мы без академии, для как приглашать людей, и последнее, я стараюсь человеком начать звонить, это в идеальном варианте, мы начинаем вместе прозвоны, поэтому, если ваш план более-менее совпадает, то вы на правильном пути, самое главное в этом вопросе было то, что первое, после того, как вы человека включили в бизнес, надо дать школу по продукту, потом стартовый тренинг, и потом только он приобретает продуктовый набор, и некоторые просто партнеры вообще даже стартовый тренинг пропустили, поэтому поработайте над своими ответами. Ну и все, вы очень высоко оценили эти вопросы, я благодарю вас за обратную связь, давайте мы будем с вами прощаться, и вы обязательно мне напишите сейчас в скайпе у нас, ой, в скайпе, боже мой, не в скайпе, а в нашем общении, в чате, напишите, пожалуйста, какие у вас еще дополнения будут по этой главе, да, Сергей пообещал сделать домашнее задание, Сергей, мы вас запомнили, куда таких людей, отличники наши не успевают, ничего страшного, мы доздадите, проделайте, проработайте это домашнее, так, еще есть у вас какие-то комментарии, дополнения, и мы будем готовиться к стартовому тренингу, у нас гостят, кстати, Александр Коновалов, Александр Шарич, поэтому мы еще кофе вместе попьем, вот, а вам советуем приезжать к нам быстрее и подружиться с нами, Болгария прекрасное место для жизни, и я вижу, что вы ничего не пишете, наверное, наверное, будем переключаться, немножко расслабились, понимают, столько всего накопилось, нужно было каблуки починить, билеты в Москву купить, приехать, уехать, ничего, все в порядке, мы все люди, поэтому не сдаемся, двигаемся дальше, как говорится, если у тебя есть цель, хотя бы ляжь в ее направлении. На следующий раз, на следующий раз у нас с вами глава сейчас я посмотрю, по-моему, у нас одна глава, десятая, две главы и одиннадцатая, и мы скоро уже добьем ее до конца и будем вздохнем с легкой грудью, отложим на ближайших три месяца эту книгу и будем пользоваться уже результатами, наработками. Так, ну да, я так понимаю, у нас, наверное, возьмем только десятую главу, так как так очень много. Хорошо, начинайте читать десятую главу и я вам дам тогда, скину вопросы в понедельник либо во вторник и там вы увидите, надо одиннадцатую главу читать или не надо. Мы в следующий раз встречаемся четвертого марта в девять часов по московскому времени, выполняйте домашние задания, готовьте свои десять ценностей, читайте десятую, там уже одиннадцатую, двенадцатую главу, ну и будем с вами уже действительно квалифицированными, хотя бы теоретически профессионалами. С вами был Ольга Жданович, Александр Жданович, Александр Жданович тоже был с вами в соседней комнате, Александр Рынтек и Александр Коновалов. Всем хорошего дня, хороших выходных и увидимся в следующий раз в субботу. Ребята, дотянем до конца, нужно не сдаваться, нужно завершать начатые дела до конца. Если вы со мной согласны, напишите восстительный знак, что мы обязательно добьем эту книгу и с честной совестью потом в конце каждый себе, не знаю, кто-то может нальет бокал вина, кто-то купит себе торт и скажет, я это сделал, а мы вам выпишем такую сертификат о том, что вы прошли с нами этот курс и бились до конца, до последнего и вместе со всеми закончили это мероприятие. Всем всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова